Девушки отдыхают И его часто банили То снова о нем забыли Но все же он не утратил свою силу Пройдемся по навыкам Первый навык Грок заряжает способность А потом бьет ею по области Замедляя врагов на 2 секунды Второй навык Кидает волну, которая превращается в стену на 5 секунд Ультимейт Бежит в указанном направлении и наносит урон Если врезается в стену То нанесет больше урона И получит снижение в установлении Времени ульты на 30% Пассивка Когда грок возле стены То получит плюс 10% скорости передвижения А также вырастет физическая и магическая защита Эмблемы саппорта С первым перком И с уклоном на скорость передвижения и отхил Сборка Я рекомендую взять Сапоги, скороходы, топор кровожадности Щит Афины, Клинок Отчаяния Древняя Кираса и Крылья Королевы Апокалипсиса Почему собираются ботинки на скорость передвижения даже после нерфа? Потому что 90% случаев враги будут убегать от заряженного грока Вместо того, чтобы нанести ему урон Таким образом мы всегда можем успеть инициировать драку Либо же быстро вернуться в бой Прямо с вашей базы Да, и даже со сбитой посилкой У них передвижение 45 Когда у других ботинков она равна 40 Почему щит Афины идет как первым предметом защиты? Потому что маги это единственное, что может нам добавить проблем На начальной стадии игры А иметь такую хорошую от них защиту всегда будет полезно Также существует небольшая фишка Игровой баг Пока на вас висит щит Афины Его пассивка И его не пробьют Пассивная способность скорости передвижения ботинков будет оставаться с вами Но при условии, что вы сами не утакуете Опять же, помогает инициировать драку Игровой процесс Предпочитаю всегда идти на верхнюю линию Ведь если идти на нижнюю То придется помогать союзнику забирать свой баг Что идет в убыток времени И даже если избежать этого То сразу урынуться во вражескую пачку крипов А потом напал На старте игры я покупаю один амулет на регенерацию маны Даже если учитывая наличие эмблем поддержки Этот амулет серьезно облегчает геймплей Сразу стоит знать, что наличие у врагов такого героя как Хилос Может все вам очень серьезно подпортить И в такой ситуации я рекомендую вам не рисковать В первую очередь вы должны забрать пачку крипов врага Потом в зависимости от врагов стоящих против вас на линии Вы должны либо пойти сразу к ним на баф Либо сконцентрироваться на ближнем лесном крипе Лучше всего использовать возмездие сразу после первой способности Ведь враг не знает когда вы его используете И не успеет среагировать потому что при направлении Тайминге баф достанется вам Посередине игры вам стоит хорошо сконцентрировать вражеский, а также свой лес Почему данная агрессивная тактика обречена на успех? Все довольно просто Если враг не забирает своего лесного крипа То он теряет в среднем 50 золотых монет Если при этом еще вы забираете То вы получаете 50 золотых монет В итоге ваша команда получает преимущество в 100 монет над врагом Это не говоря о колоссальном преимуществе в опыте Ведь чем выше уровень крока Тем больше у него брони и магической защиты А также регенерации хп от пассивной способности рядом со стеной Данная стратегия лучше всего подходит для командной игры То есть фул на фул Или на крайняк когда играете триплой в миде А также с товарищем по команде на линии На протяжении всего матча старайтесь никогда не отходить от стенок Либо башен А также играйте от кустов Заряжайте первую способность наполовину в кустах И только после этого выходите на врага Который не успевает среагировать Это приносит успех Думаю на этом все Спасибо за ваше внимание Ставьте лайк Подписываемся И удачным вам игр Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok